Здравствуйте! Надеюсь, вы не забыли перевести часы и вовремя включили наш канал. В ближайшие 40 минут о людях и событиях, заслуживающих особого внимания. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. Московские и итальянские эксперты приехали в Хакасию, чтобы лично убедиться. Хакасская баранина – самая вкусная. Долг платежом красен. Вкладчикам народного кредита начали возвращать деньги. Как не уговаривали банкиры, в первый день выплат без ажиотажа не обошлось. После дождичка во вторник ранний гололед изрядно потрепал нервы водителям и пешеходам. Как коммунальщики спасали республику из ледового плена. Расплата за ошибки грозит даже врачам. Судьи призывают жителей Хакасии не бояться судиться с медиками, допустившими халатность в работе. Как внедряется цифровое телевидение в Хакасии и к чему готовится телезрителям? Об этом мы поговорили с директором радиотелепередающего центра Николаем Гребенщиковым. Проект «Хакасская баранина» начинает все больше походить на реальный бизнес-проект. На этой неделе в республике работают люди, от которых зависит продвижение нашего продукта на рынке Москвы и Сибири. Они встретились с главой Хакасии Виктором Зимином, а также определились, мясо каких пород составит реальную конкуренцию импортной баранине. Все подробности того, почему овцеводство обещает стать выгодным, смотрите далее. У поваров ресторана «Сибирь» историческая миссия – они готовят мясо для профессиональной дегустации. Так много баранины здесь еще не готовили. Местные жители нечасто ее заказывают. Есть любители баранины, но их очень мало. Но сейчас всего столько и обсуждают, что как это у нас вкусная баранина. Я надеюсь, что сейчас будут заказать чаще. Корея, ягненка, ребрышки, филе задней ноги и вырезка на кости – самые востребованные части в московских ресторанах. Сейчас баранину туда завозят аж из Новой Зеландии, но, кажется, есть все шансы потеснить заокеанских фермеров. На выбор экспертам предложили мясо четырех пород. Одна вкуснее другой. Итальянский технолог Уго Джорджио Кассинадри признается, что иногда не мог понять, какой кусочек лучше. Сильно очарован нашим мясом и Паскуале Наталья, директор компании, которая собирается поставлять оборудование для производства хакасской баранины. Хотя в России он работает не первый год, о Хакасе узнал только сейчас. И, кстати, совсем не боится начать здесь бизнес. Известно, какие отношения сейчас между Евросоюзом и Россией. Вы не боитесь все-таки вкладывать? Нет, мы не боимся, потому что у нас, слава богу, наши оборудования, наши направления не попали под санкции. Наши правительства Италия на это проект поддержат. И то же самое с российской стороны, слава богу, не было такого ограничения. Будущий завод будет построен на территории будущего агропромпарка возле Белого Яра. Руководить проектом назначен приезжий менеджер, ранее работавший в Орловской и Самарской областях. У местных специалистов необходимого опыта нет, а для продвижения хакасской баранины в Москву одного отменного вкуса недостаточно. Конечно, всегда риски есть. Но самое главное, что сейчас, на сегодняшний момент, наконец-то, наконец-то стал востребован российский продукт, что очень важно. И этот продукт не только российский, но экологически чистый. То есть мясо барана, которое на свободном выпусе, без всяких дополнительных добавок, да, и очень вкусный. Поэтому это самое главное, поэтому мы надеемся, что этот продукт как раз будет очень востребован. Хакасия получит не только ценный опыт, как из просто хорошей еды сделать настоящий продукт, но и перспективу для сельхозпроизводителей. Мощность завода планируется на уровне 225 тысяч голов в год. И это не намного меньше, чем все имеющиеся отары в Хакасии. Поголовье надо наращивать и помочь с этим как раз намерено правительство. И мы это сделаем. Инструменты есть, желания есть. Самое главное, мы все это уже имели. По итогам дегустации самым вкусным признана мясо пород Эдильбаевская смесь с тонкошерстной и Тувинская смесь с тонкошерстной. Так что теперь фермеры знают, на что им ориентироваться. Если все пойдет по плану, то уже следующей осенью в московских ресторанах узнают, какая она – хакасская баранина. Что ж, радует оптимизм итальянцев относительно порядков на российском рынке, который еще сложно назвать цивилизованным и стабильным. Самый последний пример – это банкротство народного кредита, которому доверяли тысячи жителей республики. В четверг для них настал долгожданный момент – начался возврат денег. Но так повезло лишь вкладчикам, хранившим в банке не более 700 тысяч рублей. А вот для тех, кто доверил народному кредиту большую сумму, а также для предприятий и организаций, время мучения не закончилось. Хватит ли капитала банка, чтобы никто не остался обманутым? Елена Крылова продолжит. Это один из 24 офисов народного кредита в Хакасии. Всего в системе этого банка у нас работало более 350 человек. Народный кредит был очень популярен. Его услугами активно пользовались предприятия, в том числе и некоммерческие. Через банк проводили свои платежи бюджетные организации, коммунальные, социальные и даже благотворительные фонды. Привлекал банк низкими процентами и рядовых жителей Хакасии. Копить деньги в народном кредите было выгоднее всего. Я 7 лет туда клала свою пенсию и деда. У меня муж 73 года и у него первая группа по зрению, потому что что он там распишется. И я клала в этот банк 7 лет. И у меня вот после 700 у меня еще сумма 430 еще остается тысяч. Я все на квартиру. Я никакая не торговка, ничего. В детском саду работала 32 года воспитателем. Этот вопрос сегодня волнует многих вкладчиков. Все, что могут пока банки-агенты вернуть не больше 700 тысяч рублей. Это застрахованная сумма. Остальные деньги придется ждать. Предполагается, что их вернут после того, как ликвидатор реализует имущество банка. А это процесс медленный. В среднем на него уходит 2,5 года. И, например, вкладчикам навигатора, который остался без лицензии 13 мая, незастрахованные деньги еще выплачивать не начинали. Только в этом месяце у навигатора определился конкурсный управляющий. Сегодня по народному кредиту временная администрация может дать только предварительные прогнозы. И по ним состояния банка хватит покрыть все долги. Общий актив банка на 1 октября составляет более 33 миллиардов рублей. Это официальная данная отчетность. Теперь, что касается пассива, общий объем привлеченных средств на момент введения временной администрации составил чуть больше 25 миллиардов рублей. При активах более 30 миллиардов рублей. В группе риска сегодня юридические лица. По закону для них нет никакой страховки, а на их совокупных счетах буквально зависли 149 миллионов рублей. Казалось бы, в сравнении с общим бюджетом сумма не такая и значительная. Но если учесть, что юрлица – это всего лишь предприниматели, которые оформили такой статус только для удобства работы, для них это катастрофа. Счетов юридических лиц в народном кредите по Хакасии больше 1300. И главная задача – спасти их от банкротства. Особенно такой серьезный подход мы стараемся применить к организациям социального характера, изучить все, что с ними связано, и к организациям ЖКХ, транспорта, связи, то есть социально значимым для региона организации. Что касается таких вопросов, как, например, зависшие платежи, когда суммы не успели дойти до получателя, их стоит решать в частном порядке. Временная администрация народного кредита готова консультировать каждого. Деньги все равно пропасть не должны. Стоит сказать, сегодняшняя ситуация натолкнула власти республики на создание законодательной инициативы. Нам нужно идти по пути страхования вкладов юридических лиц и предпринимателей. Я понимаю, что, может быть, все вклады застраховать невозможно, но должна быть все-таки сумма какая-то, которая подлежит вот этому страхованию. И мы сейчас совместно с Верховным Советом отрабатываем этот вопрос. Добавим, что власти республики никак на ситуацию повлиять не могли. У Хакасии символический пакет акций народного кредита. Только 0,4%, при блокирующем 25%. Крах народного кредита был неожиданным. Банк регулярно проходил проверки Нацбанка и никаких особенных предпосылок к такому развитию событий не было. Добавим, что лишение банка лицензии в России в последнее время не такая уж редкость. Только в один день с народным кредитом по стране закрылись еще два крупных банка. Елена Крылова, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия, События недели. Погодная аномалия определила жизнь республики во вторник. Ночные осадки и похолодания стали причиной страшного гололеда, который парализовал движение как на городских улицах, так и на международных трассах. Хотя за несколько дней до этого глава республики предупреждал дорожников, будьте готовы к снегу. Однако сюрприз погоды вновь застал всех врасплох. Почему так происходит, пытался понять Константин Кравцов. Хотел сначала ехать в Таштыр к родителям, потом решил ехать в Белый Яр к брату. Нет никого, не таксистов. Таксисты ценную заламывают в два раза выше, чем обычно. Абаканский автовокзал сегодня превратился в один большой зал ожидания. Причина отмены рейсов известна, пожалуй, всем жителям Хакасии. Гололед обалденный. Машины вообще тихо идут. Километров 15-20 максимум. 40 можно ехать, но это очень трудно. Сотни пассажиров сегодня не смогли уехать вовремя не только из Абакана. Движение было приостановлено, по сути, во всей республике. Ну а пока компании несут убытки, выигрывают частные извозчики. Таксисты такой бизнес-ход не комментируют. Говорят лишь, что официальный перевозчик сам виноват в простой технике. Якобы подготовленной машине и гололед не страшен. Газелька на какой резине? На все сезонки, а я на липучке. Республиканские автоинспекторы сообщают, что резкого всплеска аварийности на дорогах нет. Уже к обеду для маршрутного транспорта направления были открыты. Сложная обстановка сохраняется в Аскиском и Таштыбском районах. Скользко будет еще, наверное, несколько дней, поэтому водителям следует воздержаться от поездок. Те, кто еще не переобул резину и кто не чувствует своих способностей управлять транспортным средством в условиях гололеда. Ну и быть, конечно, особенно внимательными, соблюдать скоростной режим. По данным Минтранса Хакасии, спецтехника работает уже почти сутки, но пока стихия держит верх. Очевидно, очистить все дороги разом рабочие просто физически не в силах. Сам процесс того, чтобы этот лед отрастаял, необходим, чтобы было движение. Ночью движения практически мало, поэтому, столь вступая в реакцию с льдом, малоэффективно, его надо раскатывать. Поэтому ночью движение было маленькое, поэтому, когда только днем началось движение, начали раскатывать. Ну и с целью безопасности, обеспечения безопасности пассажиров, было прекращено движение маршрутного транспорта. Тем временем гололед подобрался и на другом фронте. Пешеходы оказались в такой же западне в пору коньки одевать. Там у нас, я живу в этом районе, там еще посыпали, а здесь, я не знаю, куда школу, тут совсем не посыпали. Ну, наверное, не успевают. Весь город, тут психийное бедствие. Ну, сегодня даже внучка школу опоздала, пока пошли. Для борьбы с гололедом в арсенале коммунальщиков лишь щебенка и песок. По крайней мере, в Абакане можно было увидеть спецтехнику и рабочих, подсыпающих тротуары. Судя по всему, все улицы обработать быстро, они просто не в состоянии. Масштаб действительно огромный. Пусть граждане не обижаются, это, не знаю, мы не воюем вроде, и так нас наказали, должен сегодня растаять. Травматолог Илья Демидов в это время считает количество переломанных ребер у пациента. Из-за гололеда наплыв больных подскочил в три раза, в основном переломы и ушибы от падений, в основном люди в возрасте. Желательно бы именно во время гололеда, день-два, вот сейчас это состояние, никуда лучше не выходить. Если есть возможность пожилому человеку, лучше дома остаться. Пусть помоложе люди сходят в магазин или еще куда-то. И если падает, то, конечно, стараться группироваться. Стоит отметить, в ледовом плену Хакасия была несколько дней. С приходом плюсовой температуры все растаяло. Однако впереди зима, и это, очевидно, была такая экстремальная репетиция. Константин Кравцов, Игорь Брюханов, Вести Хакасия, События недели. На неделе судьи выступили с неожиданным призывом не бояться судиться с медиками, если по их вине пострадал пациент. Поводов для такого обращения как минимум два. Во-первых, растет число исков к врачам. Во-вторых, за последние месяцы произошло несколько резонансных случаев с участием больниц. Итак, можно ли доказать врачебную ошибку и наказать больницу рублем? Вот мнение профессионалов на этот счет. Редкий случай пресс-конференцию дают судьи Абаканского и Верховного судов. Повод наболевшей, как защитить себя от халатности врачей. Служители Фемиды объясняют, все не так безнадежно, как кажется на первый взгляд. Одно дело уголовный процесс и совсем другое гражданский иск. Здесь пациенты защищают закон о правах потребителя. Было сказано, что невозможно доказать вину. Нужно перевернуть вот эту ситуацию с ног на голову. Виня с головы на ноги, правильнее сказать. Пациент не должен доказывать вину медицинской организации. Примя доказывания распределено иным образом. Пациент должен доказать, что ему причинен вред. А отсутствие своей вины доказывается медицинской организацией. Именно в рамках гражданских исков людям удается добиваться хоть какой-то справедливости. К примеру, нашумевший случай с Виталием Московцевым из Саиногорска, который умер на тротуаре, не дождавшись приезда скорой. Вину медиков скорой помощи доказать не удалось. Они действовали по регламенту. Более того, экспертиза показала, у парня было тяжелейшее заболевание сердца. И, как утверждал Минздрав, трагедия произошла вследствие рокового стечения обстоятельств. Однако, когда родственники подали гражданский иск, суд признал вину тех врачей, что вовремя не рассмотрели опасную болезнь погибшего. Своевременно начатое лечение отодвинуло бы наступление смерти. Иск был удовлетворен за счет Абаканской городской клинической поликлиники. И была взыскана родственником денежная компенсация морального бюджета. Сколько раздвижен? 200 и 150 тысяч рублей. Размер морального и материального ущерба – еще один щепетильный вопрос. Определенных ставок по законодательству нет. Поэтому соглашаться или не соглашаться с суммой, которую требуют пострадавшие, зачастую зависит только от самого судьи. Максимум, который удалось высудить у медиков в Хакасии – это миллион рублей. Его получила жительница Черногорска, которая два года назад во время родов в местном роддоме потеряла своего ребенка. Кстати, в свете последних скандалов вокруг Абаканского роддома, все пострадавшие матери также вправе обратиться с гражданским иском. Они могут обратиться в заложенную уголовную дуру. Она может быть отказана, действительно, потому что там свои составы. Они могут потом прийти в рамках гражданского судопроизводства, попросить о взыскании морального вреда. Сейчас только в Абаканском суде находятся шесть исков. Ответчиками по ним выступают практически все крупные больницы, начиная от Республиканская и заканчивая роддомом. Но чтобы у телезрителей не было иллюзий относительно таких дел, заметим, чтобы доказать факт халатности медиков, необходимо иметь железное доказательство. И дело здесь не только в ухудшении здоровья пациента. Поэтому, прежде чем судиться с врачами, нужно вникнуть в юридическую казуистику, а также запастись не только терпением, но и деньгами. Без хорошего адвоката даже очевидное дело может быть проиграно. О судьбе библиотек задумались депутаты Верховного Совета. Что их волнует и как они собираются помочь книгохранилищам, расскажет Наталья Гармашова. Проект библиотеки Хакасии на территории Республики работает уже несколько лет. Инициаторы масштабной акции – депутаты Верховного Совета Хакасии, представители фракции «Единая Россия». Парламентарии на добровольных началах собирают деньги, приобретают детскую и юношескую литературу, книги направляют в районы, в первую очередь в малые и отдаленные села. Ежегодно удается пополнить фонд как минимум двух библиотек. В 2014-м – внимание Устебаканскому району и Аскизскому. Мы вам привезли книги, я думаю, ребята будут рады этим книгам. И все-таки на 45 книг фонд ваш пополнится. У меня мало энциклопедической литературы, сами видите. А здесь я вижу очень много хороших книг, энциклопедий, хрестоматий. Они не будут лежать, они же красочные, а детей привлекает цвет, рисунок. Несколько литературных новинок ушло с полок Казановской библиотеки буквально сразу, еще во время визита парламентариев. Библиотекари говорят, посетителей всегда много. Статистические данные это подтверждают. В Казановке сегодня проживает почти 300 человек, из них 210 – активные читатели. Уже хотя бы поэтому местной библиотеке следует уделить особое внимание. Здание старое, с печным отоплением, постройке требуется ремонт. Похожая ситуация наблюдается и во многих других селах республики. Решение проблемы парламентарии видят в следующем. Нужно совмещать с зданиями, чтобы это был комплекс. Комплекс, например, клуб и библиотека вместе. Вот тогда это будет здорово. Посетили на этой неделе депутаты и Усть-Абакан. Местное центральное отделение библиотеки расположено в здании ДК имени Гагарина. Вскоре здесь же откроется юношеская библиотека. А на ее базе правовой кружок, также клуб вне сети. Школьники будут играть в настольные игры. Парламентарии привезли в подарок юным читателям литературные новинки. Иллюстрированные атласы, энциклопедии, справочники, произведения писателей-классиков. И более того, экземпляры книги Ивана Матвеевича Штыгашева, прапрадеда, председателя Верховного совета Хакасии Владимира Штыгашева, записки сына земли Матурской. Книжный фонд у Стабаканской библиотеки пополняется регулярно. Приобретается литература на бюджетное средство, приносят издания сами читатели. Только в рамках действующей районной акции «Подари книгу сельской библиотеки» уже удалось собрать более 400 изданий. Эти книги будут поделены между библиотеками наших территорий. И часть книг будет отдана, скажем так, тех книг, которые представляют наибольшую ценность. Это вот как у нас здесь есть справочная, это библиографическая литература. Она сядет у нас в центральной библиотеке, у нас есть отдел использования книжного фонда. Это тот фонд, откуда все библиотеки могут брать книги. То есть, допустим, человек, живущий в Ахоле, может заказать эту книгу, и она ему придет посредством библиотеки Алла Черков. Однако все это возможно в том случае, если сельская библиотека входит в систему централизованной библиотечной системы. Плюсы от этого немалые. Это финансовая поддержка, обновление фонда, стабильность кадров, контроль за деятельностью всех муниципальных библиотек. Представители Минкультуры и депутаты Верховного Совета намерены сохранить все положительные наработки в этой сфере. Сложившаяся система централизованных библиотечных систем, которая более 30 лет, она уже живет в Российской Федерации, в том числе в Республике Хакаси, это единственный самый верный способ сохранения и библиотечного обслуживания, и всего комплекса услуг, которые сегодня на библиотечном уровне оказывается населению. Это не только книга выдачи, это, конечно, большая патриотическая работа, которую библиотекарь и библиотека сегодня оказывают. Радует, что большинство глав муниципальных образований, большинство, у них действительно государственный подход. И они все-таки библиотеки оставили на муниципальном уровне, не передали на поселенческий уровень. Потому что мы понимаем, что если мы передадим библиотеку на поселенческий уровень, как показывает практика, в тех муниципальных образованиях, где были переданы, они превратились просто в комнаты при клубах. В списке территорий, которые посчитали нужным вывести библиотеки из системы и перевести их на уровень поселений, только две – Ширинский и Алтайский районы. Местные читатели уже ощутили на себе последствия столь поспешных решений районных властей. Свой предварительный вердикт вынесла и контрольно-счетная палата республики. Децентрализация повлияла на снижение уровня функционирования и организации работы библиотечных систем. Не во всех библиотеках имеются интернет-сайты, не во всех они работают. Наши библиотечные системы не используют опыт регионов. Вернуть сельские библиотеки в систему поможет новый закон о закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями в республике Хакасия, инициаторами которого стала группа депутатов Верховного Совета. Суть документа – перераспределение полномочий между поселениями и районами. Отдельным пунктом там значатся и библиотеки. Принять закон депутаты Верховного Совета планируют уже на ближайшей сессии, 29 октября. В эфире «Вести Хакасия» события недели, и мы продолжаем. Опыт республики по развитию сельского хозяйства желают взять на вооружение другие регионы Сибири. В среду в Новосибирске прошло совещание Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». И там Виктор Зимин рассказал о том, как правительство Хакасии помогает малым селам и сельхозпроизводителям. Только в нашей республике людям платят за содержание коров. Благодаря чему, утверждают чиновники, поголовье крупнорогатого скота за последние годы выросло в 4 раза. Видимо, то же самое ждет овцеводов. После того, как хакасскую баранину признали самой вкусной, всплеск интереса к ней неизбежен. Колоссальные темпы в Хакасии набирает и рыбоводство. Все это вызвало большой интерес угла в других регионах. Да и само время велит. Сейчас рынок диктует моду на отечественный продукт. В самые отдаленные уголки Хакасии добираются и новые технологии. Цифровое телевидение появляется там, где раньше было всего два канала. И хотя правительство России перенесло окончательный переход на цифру с 2015 года на 2018, это не отменяет дальнейшие работы по внедрению нового стандарта вещания. Чтобы обсудить тему, мы пригласили в студию директора РТПЦ Хакасии Николая Гребенщикова. Здравствуйте, Николай Николаевич. Здравствуйте. Итак, запуск цифрового телевидения, насколько я понимаю, отложен. С чем это связано и как это повлияет на ситуацию в Хакасии? Имеется в виду не запуск цифрового телевидения отложен, а удлинены сроки реализации федеральной целевой программы. Так она планировалась первоначальным постановлением с 2010 по 2015 год, а в настоящее время этот срок продлен до 2018 года. Теперь это как-то повлияет на темп ваших работ? Вы теперь как-то медленнее все будете делать? Нет, темп наших работ как бы он есть, но действительно он немножко, в смысле, уменьшился. У нас построено 63 объекта цифрового телевизионного вещания, которые имеют охват 85% населения республики Хакасия. Сейчас в строительстве находится еще 25 объектов. Ну вот по этим объектам сейчас не совсем критичные сроки, так сказать, окончания этих работ, но мы думаем, что в течение начала и будущего 2015 года все эти объекты будут достроены. И тогда охват по республике будет более 96%. А что теперь делать телезрителям? Потому что сначала, когда мы услышали о цифровом телевидении, все начали массово покупать приставки к телевизорам. Получается, можно было не торопиться? Ну, получается, что как бы и вы правильно ставите вопрос. Но тем не менее, как бы вот с приходом цифрового телевизионного вещания, даже вот у нас по городу Абакану, в смысле с включением первого мультиплекса, как бы телезрители в эфирном режиме увидели дополнительно 4, так сказать, дополнительных программы. А если это брать, так сказать, по республике в дальних населенных пунктах, то там практически 8 программ новых они получали для приема. А сейчас, как бы уже, так сказать, на объектах первого мультиплекса в этом году построена сеть для вещания второго мультиплекса. Но здесь, как бы, получилось такое несоответствие у тех телекомпаний, которые победили в конкурсе на вещание. Они отказались от включения своих передатчиков в 2015 году в эфир. То есть, как бы, пока, так сказать, время включения не определено. Ну и в настоящий момент, вот с 2020 по 2030 идет пробное включение вещания для, так сказать, решения вопросов электромагнитной совместимости с другими средствами, работающими в этом диапазоне. Ну и по окончании этого, так сказать, и оформление вводных документов, думаем, что в ближайшие 2-3 месяца в Абакане у нас второй мультиплекс заработает. Это какие каналы можно будет увидеть во втором мультиплексе? Ну, во втором мультиплексе также их 10 телевизионных программ. Как бы, кроме тех, которые у нас в эфире, там, СТС, РЕН-ТВ, ТВ-3, ну, как бы, вот, которые присутствуют, к ним добавится «Звезда», «Мир», «Спас», «Спорт», плюс, которые НТВ делает. Всегда очень много вопросов по местным телеканалам. Вот, будут ли они доступны в цифровом формате? Как этот вопрос у нас в республике решается? Ну, вот, так сказать, из-за того, что было два неудачных запуска спутника АМ-4, как бы, на настоящий момент принято следующее решение, что в будущем году, ну, в течение года, вероятнее всего, к концу года, мы должны обеспечить вещание в первом мультиплексе нашей региональной вставки, то есть вашей телекомпании ГТРК Республики Хакасия. И тогда, как бы, более заинтересованное будет население в отдаленных населенных пунктах, так сказать, переходить на цифровое эфирное вещание. Я благодарю вас за интервью. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Еще раз отмечу, уже со следующего года ГТРК Хакасия будет вещать в цифровом формате. Наряду с федеральными каналами будут врезки местного эфира. Это касается как телевидения, так и радио ГТРК. А сейчас слово Анне Ахпашевой, которая нашла очередного героя для своей рубрики «Узнай себя». Здравствуйте. Мы продолжаем рассказывать о тех, кто попал в историю, а точнее в кадр архивного видео гостелерадиокомпании Хакасия. В одном из наших выпусков мы показали видео 1991 года. И сразу после выхода материала в эфир, в нашу редакцию, начали звонить люди, которые узнали на этих кадрах Юрия Яковлевича Шикирюк. Сегодня он гость нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Яковлевич, видео это был конкурс профмастерства «Учитель года». Вы помните те соревнования, так скажем? Да, очень хорошо. Помню, в принципе. Готовились долго? Ну, как сказать, мы представляли, в принципе, идею такую, так как я, в принципе, мы люди искусства, супруга моя и я, мы представляли идею школы с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла. Вот. Мы знаем, что вы и сегодня в профессии. Да. И судя по тому, как мы там представляли, мы эту идею, в принципе, реализовали. Не знаю, как там другие участники конкурса. Победил, конечно, не я. Вот. Но, насколько я знаю, мы единственное эту идею реализовали. Мы организовали эту школу в Савяногорске. И успешно работали, в принципе. Подскажите, в каком направлении вы преподаете? Ну, в том же самом, я преподаватель изобразительного искусства в школе искусств номер 2 города Абакана на улице Дзержинского. Среди тех, кто нам звонил, были и ваши ученики, и ваши коллеги. Давайте уже посмотрим это видео. Хорошо. Будет очень интересно увидеть через столько лет. Это, наверное, строгое жюри сидит. Да, да, да. Никого не узнаете? Ну, Солдатова, конечно, мы обождаем. Весьма очень интересный человек. До сих пор встречаемся, здороваемся. О, Виктор Алексеевич Анцупов. Тоже замечательный педагог. И вот уже выступление было. Очень эмоционально. Это работы, возможно? Это работы учеников уже, да. Все представляли мы. То есть, в принципе, здесь никакой бумаги нет. Это я работал тогда в седьмой школе города Савяногорска и представлял работы учеников с уроков изобразительного искусства. Наш проект юбилейный. В этом году нашей гостелерадиокомпании 55 лет. Выскажитесь, насколько, может быть, людям интересны подобные проекты и увидеть себя спустя 10, 20 и 30 лет. Это важно? Ну, конечно. Очень важно. Это история. Спасибо огромное, что нашли время прийти к нам в студию. А мы напоминаем, если вы уверены, что однажды попали в объектив видеокамеры и стали героем журналистского материала гостелерадиокомпании, обязательно сообщите нам. Мы постараемся найти это видео, и тогда именно вы станете следующим гостем нашего эфира. Увидимся. Хакасские мелодии прозвучат в театре русской песни. Певица и депутат Надежда Бабкина пригласила ансамбль «Ульгер» на открытие новой сцены своего театра. Концерт состоится в ближайшие два дня в Москве. Так знаменитая народница решила отметить окончание строительства нового здания театра «Русская песня» на Олимпийском проспекте. Его двери будут открыты не только для русского фольклора, но и для всех национальных культур России. Ансамбль «Ульгер» – еще один бренд Хакассии в культурной сфере. Артисты исполнят самые красивые песни из программы, которую они возили в Канны. Ну а через несколько дней уже Надежда Бабкина приедет в Хакассию со своим фестивалем-марафоном «Песни России», в рамках которого в республике пройдут несколько концертов с 30 октября по 4 ноября. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Приятного вам окончания выходных и плодотворной рабочей недели. Всего доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok